Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловным. Здравствуйте. Игорь Михайлович, огромная вам благодарность за цикл последних передач, в которых мы говорили о живом и о мёртвом. И огромная благодарность от наших зрителей за вашу открытость, за откровенность такую, за то, что называете вещи своими именами. Потому что вот эта правда, она действительно позволяет людям взглянуть внутрь себя. и очень многое увидеть, как в себе, так и в окружающих людях, в мире в целом. И уже есть понимание того, почему мы живём в таком мире, почему он столь жестокий, почему он полон несправедливости, почему в этом мире происходит девальвация человеческих ценностей, потому что им управляют мёртвые в буквальном смысле этого слова. Но самое ценное — это всё-таки взгляд внутрь себя. И вот это ревизия, скажем, внутренних состояний, потому что вот люди делились тем, что действительно, глядя честно внутрь себя, ты понимаешь, что и ты сталкивался с проявлениями вот этого фона разрушительного от субличности, и что они действительно влияют и на выбор человека, и на его жизнь в целом. И, конечно же, после такой ревизии возникает огромная мотивация работать над собой, проявлять ответственность и менять этот мир, вернуть этот мир живым. И вот ещё очень интересные моменты ребята подняли, моменты двойственности, которые они слышат внутри себя. что, с одной стороны, они слышат мысли, ну разве можно вообще всему вот этому, то, что происходит в этом мире, противостоять? А с другой стороны, понимают, что внутри есть некие резервы, скрытые, невероятной, колоссальной мощности, и что есть вот эта уверенность, что благодаря этим резервам действительно можно очень многое изменить и в себе, и в мире в целом. Но возникает вопрос, а как эти резервы задействовать во благо людей? А безопасно ли это делать для человека и для людей в целом? Опасно. И я бы сказал, очень опасно. Если смотреть по существу, то в современном потребительском формате использование силы очень опасно. И вот если мы глянем, то испокон веков рассказывалось о скрытых резервах и возможностях человека. И они звучали фантастически. И в принципе на этих примерах было создано множество художественных фильмов различных, баллад, легенд, да и те же комиксы супергерои. Сверхвозможностей. Конечно. Это немножко утрированно и чуть-чуть по-другому поддаётся. Но на самом деле любой человек обладает значительной силой, способной менять мир. И это факт. Это действительно так. Другое дело, что мы не знаем, как пользоваться этой силой. И это вовсе не рудимент, это реально присутствующая сила в каждом человеке. Но мы забыли, как ей пользоваться. В буквальном смысле слова. Как раскрыть и как пользоваться. Да нет вот этой инструкции к применению. Совершенно правильно. Я скажу, и слава Богу. Представьте, в потребительском формате и люди обладают такой силой, силой, способной влиять друг на друга, не только физически, не только там вербально и с помощью каких-то механизмов, а ещё и с помощью сил, которой крайне сложно противостоять. Для того, чтобы противостоять этой силе, которой наделён человек, нужно обладать гораздо большей силой. И, естественно, потребительский формат построен на противостоянии, на борьбе и сопротивлении друг к другу. Представьте, что было бы с нашим миром. Да и вообще был ли бы этот мир до сегодняшнего дня? Это, скажем, крайне сомнительно, что мы бы дожили до сегодняшнего дня, если бы люди своевременно не забыли, как использовать силу. И это хорошо. Вы знаете, каждый человек думает, что он использует её обязательно во благо людей, что он не будет ей злоупотреблять, что каждый себя считает таким положительным человеком. Я только хотел сказать, что каждый из нас, каждый из людей считает себя хорошим человеком. Даже если он творит что-то плохое, то у него всегда есть оправдание, что я так поступаю только лишь потому, что такая ситуация. Вот давайте простой пример возьмём. Ну, скажем, пусть он будет гипотетический, нереальный. Но представим себе ситуацию. Жил молодой, хороший парень. Действительно, душа компании, популярный, известный. И здесь жизнь поворачивается таким образом, что он может стать руководителем целой страны. Пусть небольшой, ну, неважно какой, но целой страны. Естественно, он хочет улучшить. И он идёт на то, чтобы руководить этой страной. За него голосуют, его избирают. И придя, скажем так, во власть, он понимает, что ему придётся делать отвратительные вещи. Совершенно не то, что он хотел. Но он нормальный человек. Но он попадает в такую ситуацию, в которую ему объясняют. Или же ты заработаешь миллиарды и будешь жить дальше, ну, как один из избранных. и всё твоё потомство, и дети, и внуки, и правнуки будут обеспечены. Или же на твоё место придёт кто-то другой и сделает то же самое. Почему? Потому что у тех, кто гораздо сильнее его, есть свои планы. Как поступит этот человек? человек. Потому что он, помимо того, что он замечательный, весёлый человек, хороший, с благими намерениями, но он ещё и человек. И он прекрасно понимает, если он не пойдёт на эти нехорошие поступки, которые заведомо отразятся на жизни людей, людей, то это сделает другой. Как можно себя оправдать в этой ситуации? Да, я буду делать то, что хотят, но по крайней мере я смогу где-то что-то смягчить, я смогу что-то сделать легче, мягче, чтобы это было для людей, но более приемлемо и не так тяжело. А ещё когда ты сталкиваешься с тем, что, к сожалению, сознание человеческое работает так, что не обязательно оно будет тебя хвалить, а ты, скажем так, всегда будет недовольна по сути властью, то ради кого стараться, когда… Это уже потом приходит понимание, когда человек уже пытается что-то сделать хорошее, а народ есть народ, народ всегда недоволен. Что бы ты ни делал, будучи у власти, все равно найдутся те, кто будет тебя критиковать, кто будет делать всё для того, чтобы хорошего человека даже смешать с грязью. Почему? Потому что каждый хочет быть на этом месте. И это действительно так. Потому что только человек поднялся над другими, извините, налог на популярность. Его начинают хейтить, как сейчас говорят, ну и всякую грязь лить на человека. Человеку обидно? Вот представь, вот руководитель страны, который действительно стремится сделать что-то хорошее из всех сил, и тут же он получает массу хейта, нехороших высказываний в свой адрес. Ему обидно? Обидно. Ну вот и ответ. А всех, кого он видит, он видит в основном грязь и всё нехорошее. То есть он не видит тех людей, которые ему благодарны и которые его поддерживают. А только то, что ему угрожает. Совершенно правильно. Почему? Так устроено наше сознание, друзья, так мы воспринимаем мир. И кто бы не стал на это место, он вёл бы себя точно так же. Ну, с небольшой разницей. Кто-то был бы гораздо жёстче, менее принципиальный, кто-то был бы более лояльный, но всё равно поступал бы точно так же, вне зависимости от страны и независимости от действия первых лиц. Если он не является хозяином, настоящим хозяином, если он вынужден подчиняться, ну, скажем, группе стран или кому-то гораздо сильнее его, он будет делать то, что ему прикажут, даже с благими намерениями придя, даже пойдёт на то, что разрушится его страна и её не будет. Но он попытается если хороший человек, сделать это мягче. Но если он обиделся на людей за то, что его всё время критиковали, он может сделать и жёстче. Вот настолько мы в действительности уязвимы, уязвимы от критики, уязвимы от личных амбиций. Ну и давайте говорить о том, что мы действительно практически все поражены эгоизмом, гордыней, и опять-таки мы почему-то считаем, что мы, если мы поступаем против совести, то на это есть повод. Ну разве не так? Знаешь, вот сейчас мы задели ситуацию, она гипотетическая, но её можно приложить практически к любой стране, и мы увидим, что это в действительности так. Почему? Потому что некоторые скажут, ну люди такие, нормальный человек, он не рвётся к власти, он не выходит. А может быть, наоборот, нормальный человек рвётся к власти для того, чтобы что-то улучшить. Просто когда он до неё приходит, к этой власти, он осознаёт, что его возможности ограничены. Другое дело, если бы у человека была власть ничем неограничено. Вот я предлагаю провести интересный эксперимент, пока что мысленный, нереальный. Реальный эксперимент нежелательно проводить подобного рода, который я хочу вам, друзья, предложить. Давайте начнём с того, что вот обращаюсь к вам, друзья, не поленитесь, давайте все вместе попробуем провести этот эксперимент. Он требует небольшого внимания вашего, серьёзного подхода, отнестись к этому не как к эксперименту, а как к факту, и хотя бы два-три дня уделить этому эксперименту своё внимание. Поверьте, это будет вам на пользу, это будет на пользу каждому человеку на этой планете. Ну и нам всем для понимания того, какой этот мир и почему. И самое важное, что делать. Интригует очень. Интригует. Интересно. А вот результаты этого эксперимента можете писать, скажем, в комментариях, если кратко. А если есть что сказать, пишите на почту «АЛЛАТРА ТВ», с пометкой «Для Татьяны». Мы с Татьяной прочитаем ваши ответы, если они будут искренними, ну и действительно конструктивны. Хорошо? Супер. В чём суть эксперимента? Давайте по порядку, друзья, для того, чтобы вы поняли, что я имею в виду подмысленным экспериментом. Давайте вначале представим, а потом вот это представление мы попробуем ввести как реальность. Вот что реально вы этим обладаете. Так вот, перестаю интриговать, начинаю рассказывать. Речь идёт о глазе Бога и ваджрах, о этих двух инструментах, хотя суть их одна. Давайте представим, что вы стали счастливым обладателем данной технологии. Но для тех, кто не совсем в курсе или, извините, первый раз пришёл к нам на канал, почему первый раз, ну объясню. Давайте, друзья, ещё сделаем так. Мало того, что сами возьмёмся, но для чистоты эксперимента попросим поучаствовать в этом эксперименте своих друзей, знакомых. Ведь это же не тяжело. Но это действительно интересно. И дать свой отклик по этому поводу и своё понимание. Только пусть ваши друзья, знакомые, те, кто пожелают принять участие в этом эксперименте, тоже отнесутся к этому серьёзно. Вот реально, как реальность, взвесят тот мир, в котором мы находимся. Вот с открытыми глазами здраво посмотрят на наш окружающий мир, в котором мы находимся. Мир, в котором идут войны, в котором нас заставляют, извините, кушать кузнечиков. некоторые предлагают ограничить употребление мяса чуть ли не в ноль. В то же время предлагают перестать выращивать животных, которыми мы питаемся, потому что они влияют на климат. Мир, в котором нам навязывают различные идеологии, которые неприемлемы к нам. И многие, многие другие манипулятивные технологии, которые используют против нас и которые направлены на разрушение опять-таки, я скажу так, даже нашей чести и достоинства, просто нами открыто манипулируют и приводят к тому, чтобы в мире был голод, чтобы в мире, в котором подорожало всё, и газ, и свет, ещё и дрова не продавали людям на их домохозяйство. Ведь в некоторых странах это уже вводится, законодательно запрещают. А это значит, создают условия, чтобы выживали сильнейшие. А как быть тем, кто не может заработать достаточно, им что зимой, мёрзнуть? Простой вопрос. Этот мир, он переполнен несправедливостью. Это мир, в котором больные дети не получают должной помощи. И порой родители вынуждены бегать с протянутой рукой и просить помощи для того, чтобы какая-то клиника за огромные деньги просто вернула здоровье ребёнку этих несчастных родителей. И то вряд ли это будет на сто процентов. Но хоть какой-то процент, хоть какой-то шанс заставляет родителей идти побираться. Это нормальный мир, мир, в котором оказание первой помощи для сохранения жизни ребёнку стоит бешеных денег. Да и многое другое. Мир, в котором люди убивают людей, в котором люди просто грабят людей, наживаются на чужом горе, безозрения совести, лишь потому, что если они не будут наживаться, то другие наживутся. И вот под этим лозунгом каждый, имеющий такую возможность подчёркиваю ещё раз, друзья, вдумайтесь, имеющий такую возможность занимается просто безнравственными, да я бы сказал, очень нехорошими, вредными для всего человечества делами в личную пользу лишь потому, что они имеют такую возможность. И вот теперь ваши возможности становятся колоссальными. Вы не имеет значения, каким образом. Ну может с карты кто-то пришёл именно к вам, потому что жребий так выпал. Знаете, кто-то играл в рулетку и поставил на вас, и выпало ваше число. И поэтому вы стали счастливым обладателем этой супертехнологии. Вернусь к технологии. Эта технология не нова. О ней, об этой технологии мы слышим из различных легенд в более древних, различных источниках. Очень часто упоминалась эта технология. Этой технологией владели те люди, которых сейчас мы называем жрецы, ламы, боги и многое другое. Но этой технологией, скажем так, по историческим фактам и практически достоверно владел такой человек, которого звали Эль. Для тех, кто не знает, кто это такой, советую посмотреть фильм «Атлантида, элита в поисках бессмертия» на нашем канале, не пожалеете, потратьте немножко времени для того, чтобы узнать чуть больше, чем знаете сейчас, если вы его не видели, этот фильм. Он заставляет задуматься, и опять-таки это классический пример того, что происходит с человеком, который получает в руки неограниченную власть. Но вы-то не такой человек. У вас есть честь, совесть, вы многое понимаете, вы хороший человек, друг мой. Но вам кто-то из Атгарда принёс эту технологию в виде планшета, сам пульт управления или ещё кто-то, неважно, откопали в огороде случайно, наткнулись в древних развалинах, пришло по почте. Бог решил так, что именно вы достоин, и вы получаете пульт управления от целой системы, которая задействует, ну скажем, совершенно другую физику, ту физику, которой на сегодняшний день человечество не обладает. Но она была всегда, и эта технология имеет непосредственное отношение к целому, ряду пирамид, построенных в этом мире. Эта энергия, которая используется, она есть в любой точке нашей Вселенной. И благодаря этой энергии и этой силе, которой, скажем, управлял тот же Эли, которая заложена в эту технологию «Глаз Бога» и «Ваджра», существует всё в этом мире и живое, и мёртвое, всё из неё соткано. Но она даёт огромные возможности человеку, в данном случае тебе, друг мой. Ты получаешь инструкцию, как пользоваться, и получаешь этот пульт управления. и давайте расскажем по порядку, что такое «Глаз Бога», что конкретно Он даёт тебе, друг мой. Представь, что, включая планшет, в буквальном смысле слова, ты можешь видеть любого человека. Это не просто видеть его. И не значит, ты его видишь как фотографию. Ты видишь его просто как точечку, знаете, как снежинка. Вначале это множество снежинок, но они выделяются в определённые группы, они меняют цвета. И исходя из той же инструкции, которую ты получишь, ты прекрасно поймёшь, что один цвет говорит о том, что кто-то в опасности, а другой, что именно он эту опасность представляет. Плюс тебе достаточно лишь захотеть увидеть какого-то человека, и эта технология тут же тебе показывает, где он находится, в каком месте, именно в данное мгновение, кто рядом, с кем он находится в контакте. и ещё чем важен этот глаз Бога? Он важен ещё тем, что он легко контролирует при твоём желании всех, кто о тебе даже думает, только чуть-чуть начинает. Почему? Потому что мы думаем образами, и достаточно кому-то просто подумать о тебе, то тут же эта система его легко вычислит. Почему? Потому что в голове этого человека родится картина, родится твой образ. А этот образ легко считается самой системой, глаз Бога. Это говорит о том, что если кто-то захочет что-то плохое, ты это увидишь. Если что-то подумает хорошее о тебе, то это тоже увидишь. но также это касается всех людей в мире. То есть ты видишь всех, где они находятся. И благодаря другой технологии, ваджр, ты можешь сделать с этими людьми всё, что хочешь. В буквальном смысле слова. Почему? Потому что ваджра, она способна влиять на мозг человека, то есть на его нейроны. А это говорит о том, знаете, как бы не смешно это выглядело. Можно у человека вызвать некупируемую диарею, и медицина будет бессильна. Можно вызвать практически любую болезнь, и организм, используя нацебо, он её вызовет. И человек будет мучиться, и никакая медицина не сможет убрать, только ты сможешь отключить. Ты сможешь ввести человека в вегетативное состояние. То есть в ком ты можешь отключить его функции жизни, буквально в смысле слова, одним своим желанием. Тебе достаточно будет даже просто подумать об этом. Выбрав наказание любому человеку, это ваджр, но также она может купировать кровотечение, снять боли и используя плацебо, вылечить многие болезни. То есть это инструмент наказания и награды. И он в твоих руках. И ещё это инструмент, который сделает тебя полностью неуязвимым от других людей. Объясню. Если даже кто-то захочет создать подобный пульт управления всем этим пирамидальным комплексом и манипулировать другими людьми, в том числе и тобой, то глаз Бога увидит малейший всплеск этой энергии. Это даже в том случае, если кто-то захочет построить что-то подобное. но в твоих руках ваджр, и ты сможешь просто тех людей, которые этим будут заниматься или выключить, или же лишить функции думать. Всё в твоих руках. Это реальные возможности, которые из человека делают, скажем так, судью мира. И этим судьей становишься ты, мой друг. Как ты поступишь? Простой вопрос. Представь, что этот инструмент реально в твоих руках. Что ты сделаешь? Скажи, друг, поняв всю ответственность, ты передашь её всему человечеству, чтобы не сосредотачивать такой соблазн и такую власть в одних руках. Но как? И что значит всем и каждому в нашем потребительском мире? Ведь мир прекратит существовать мгновенно, и ты это понимаешь. Ты отдашь её, эту технологию, какому-то своему хорошему другу? подумай, прежде чем это сделать. Твой друг хороший человек, замечательный, ты ему доверяешь. Но останется ли он таковым хорошим человеком, получив этот пульт управления в свои руки? Мы помним, что делает революция с теми, кто её сделал. Мы также знаем, что делали пришедшие к власти люди с теми, кто их приводил к власть. Не приведи, Господи, наступишь на больной мозоль этому человеку, или же ты своему другу попытаешься сделать замечание, если он будет неправильно поступать. Как он поступит с тобой? Подумай, можешь ли ты кому-то в этом мире доверить кроме себя? Отнесись к этому серьёзно, друг мой. Это очень ответственно и это очень серьёзно. И представь, что будет, если ты, имея такую возможность, не воспользуешься этим инструментом. Ведь если тебе это дано, то ответственность лежит на тебе, и ты должен сделать что-то хорошее, использовать этот инструмент для того, чтобы сделать мир лучше. И вот здесь я прошу об одном, чтобы вы были искренни, по-настоящему, отнеслись к этому. Вы реально обладаете этой технологией, она у вас реально есть. и по окончанию, ну давайте скажем, хотя бы дня три вы добросовестно этим позанимаетесь процессом. Подумайте, используйте его, а потом дня через три, не раньше, включите анализ. анализируйся. Не спешите анализировать свои действия сразу. Вы, имея возможность использовать глаз Бога и ваджру, в жизни вы будете использовать. Да, перед тем, как использовать, вы будете анализировать, думать. Вот думайте, анализируйте и используйте. Но через два-три дня вы сами почувствуете, друзья мои, когда поймёте в этом эксперименте, что вы готовы к тому, чтобы дать нам ответ, тот, который в вас созреет. Вот его мы и ждём. И после этого мы продолжим нашу дискуссию об этом мире и почему здесь всё так плохо и что с этим делать. Правильно? Так что ждём ваших писем, ваших комментариев. Спасибо, друзья. Давайте просто любить друг друга. Спасибо. Огромное спасибо. Спасибо вам, друзья. Миру вам. и успехов в эксперименте. Спасибо.